Так, погнали. Яночка, скажите, будь ласково, дивитесь тики про войну. С особистых питаний до вас можно. Да не дай бог смотреть про войну, не дай бог иметь такие вообще в жизни поводы и моменты. Нет, конечно, я смотрю не только про войну. Расклады по текущей ситуации, по прилетам, отлетам и так далее, это смотрится в моменте сейчас, это смотрится начиная с войны. Почему? Потому что люди задают эти вопросы. Почему? Потому что меня саму очень сильно парят эти вопросы. Я нахожусь на территории Украины, я никуда не уезжала, уезжать не собираюсь. Поэтому меня пиздец как интересуют все вопросы, которые сейчас связаны с войной. Это понятно. Поэтому я смотрю и себе, и остальным, как говорится, параллельно. Ну, то есть переквалифицироваться пришлось с личных приемов на вопросы про войну. Переквалификация продолжается по сегодняшний день, потому что иногда смотришь картинку и думаешь, хер его знает, что оно значит. Прилет это, или осколок это, или танк это приехал, или какой-то это ебанько по дайгранату взял. Ну, то есть понятно, что все мы, торологи, не были к этому готовы, ни к войне. Карты вообще охуели, мне кажется, от происходящего. Ну, то есть... Но, тем не менее, что получается, то смотрю и вам даю эту информацию. По поводу личных вопросов. Значит, личные вопросы и личные приемы я веду, веду уже 10 лет. Как на них записаться? Слушайте, до хера везде есть много информации. Под этим видео еще раз напишу телефон администратора, пишем вайбер, не звоним, потому что маленький ребенок, не надо мне звонить, не надо меня тревожить. Администратор с телефоном находится все время рядом со мной. Поэтому пишем вайбер, вам там все ответят на все ваши вопросы. Как записаться? Сколько это стоит? Когда ближайший прием? И так далее. Вообще, личные приемы – это такой сейчас отдых после раскладов про войну, да? Это прям отдых. Так, кажут, что карты зло – це правда. Да, значит, мир увидел в ближайшие полтора года, что зло – це российская федерация, да, и все, что с ней связано. Это истинное зло. Но, смотрите, я не знаю, как неодушевленный предмет может делать зло или добро. Это же предмет, это же карты, ну, то есть это не живой человек. Зло от людей исходит, ребята, от нас с вами, от наших темных сторон, которые есть у каждого человека. Поэтому ни один дьявол не сидит на перекрестке и не думает, как какую-то Машу, Галю или Петю, как бы сделать проклятие, навести порчу, навести там, я не знаю, облысение на лобке и еще там прочие страшные вещи. Люди делают гадости. Знаете, сколько мне пишут каждый день? Яночка, а вы делаете приворот? А сколько стоит? А плачу любые деньги. Вот, это люди делают. Вы, кстати, переставайте писать эту хуйню, потому что я буду делать скрины и буду выкладывать. Вот, поэтому народный гнев это такая штука, с которой вообще как бы не надо связываться. Людей, которые делают зло и гадости, я отправляю к другим специалистам. Это, как правило, психотерапевты или психологи. То есть пускай находят. Если человек решил, что он имеет право делать гадости другому человеку, тем более с помощью магии. Ну, мне кажется, это такая дырочка в голове с размером в Мариинскую впадину. Ну, и там нужно латать, там нужно что-то делать. Поэтому не занимайтесь хернёй. А по поводу того, что карты зло там говорят и так далее, слушайте, ну, то, что человечеству непонятно, это всегда вызывает страх. Страх всегда вызывает какое-то отторжение, там, злость, скептицизм. Это ж понятно всё. Раньше думали, что земля стоит на четырёх китах. На четырёх вроде, да? Ну, в общем, понимаете, да, к чему? Или там, что земля плоская. Люди, которые доказывали, что она круглая, ну, наверное, тоже их считали злом и какими-то ведьмами, да? На костре раньше бабы жгли за то, что они умели травки собирать и чайки делать лечебные. Ну, мы же сами не в каменном веке живём. Зло – это не карты, зло – это люди. Как до вас записаться? Ну, только ж поговорили, значит, как записаться телефон администратора внизу. Чи может не сбываться прородство? Чему? Конечно, может. Естественно, может. Ну, во-первых, мы с вами все люди. И экстрасенсы, и торологи, и астрологи, и прочие эзотерики – абсолютно все люди. Может ли человек ошибиться? Да, а что не может? Ну, да. Вообще не вопрос. Может ли человек интерпретировать, например, что касается торологов, так, как ему хочется, так, как ему нравится, удобно или так далее? Да, тоже может. Ну, это же зависит от многих обстоятельств. Родным вообще нельзя смотреть, например, расклады, потому что мы не объективны для родных. Это как, знаете, нельзя хирургу оперировать своего знакомого, потому что рука дрогнет. Это очень большая вероятность. То есть тут точно так же. Почему еще не могут сбываться, могут не сбываться прородства? Есть такая штука интересная у нас с вами в ДНК зашита, называется «Свобода воли». Это вот когда Еве сказали, да, яблочко висит, ты его не трогай, в общем-то. И что тронула? Потому что вот Боженька заложил в каждого из нас свободу воли, свободу выбора, да, это есть у каждого человека. То есть задача торолога, наверное, больше не сказать, как оно будет в стопроцентном варианте, какой вариант будущего, да, а дать именно варианты развития событий. Там направо пойдешь, коня найдешь, налево пойдешь, голову потеряешь и так далее. Или делая такие действия, вы добьетесь такого-то результата. Вот так вот, наверное, важно подавать информацию. Я вам больше хочу сказать, что люди, у которых пророчества не сбываются, это очень сильные люди, которые имеют громадное влияние над собственной судьбой. То есть это неплохо, если вы там пошли по бабкам, по гадалкам, и у вас не сбылось. Я живой пример этому, да, когда я ходила в свое время, искала маму по бабкам, по гадалкам, четыре подружки со мной, ну, дословно у каждой все сбылось, просто дословно. У меня, ну, тыс-пыздайс, ну, не туда, не в Красную Армию. А почему? Потому что, наверное, не сказать, что бабка какая-то плохая была, или там она шарлатанка была, нет, ну, остальных же сбывается, подождите, я не могу так сказать. Почему так? Потому что, наверное, я могу, хочу, имею такие ресурсы, менять свою судьбу. Ну, я максимально стараюсь жить так, чтобы не делать вещи, которые мне не нравится делать. Ну, кроме там мытья полов, например, приходится. А так, ну, а так нет. Поэтому, если не сбываются прогнозы, не обязательно, что это прям, помогите, вы попали на шарлатана, но есть тому другие причины. Или, например, вам не нужно знать будущее, а вы вот сильно хотите его узнать, ну, и вам скажут около, вокруг да около. А конкретику не скажут, такое тоже может быть. Можно дизнат и жива людина чинить? Да, конечно, можно, естественно. Это, мне кажется, вообще основа всех основ. Тут просто другой есть момент в этой истории. По крайней мере, это я свой опыт вам рассказываю, я за других не говорю. Мне кажется, что у каждого торолога должен быть такой кодекс, ну, кодекс чести, что ли, давайте его назовём, да? По которому каждый должен, в общем-то, ориентироваться и работать с людьми. Вот то, что делать нельзя. Очень много с 2014 года, я уже молчу про этот год, прошедший полтора года, люди обращаются, пропали отцы, пропали сыновья на войне. То есть кто-то пропал, кто-то кого-то опознали, кого-то нет, кто-то в плену или нет. Люди не знают, что с их родными и близкими людьми. Они живы, они вообще на ком свете находятся. И понятно, что знать это надо. Так вот, когда ко мне обращаются с такими вопросами, я говорю, что я такие вопросы не смотрю. Не потому что я не могу их смотреть, а потому что мне кажется, по моему такому внутреннему компасу, что ли, что надежду у человека отнять, ну, я не имею права, кто я, чтобы быть последней инстанцией, которая скажет, жив или не жив. Это вообще очень сложно и больно, не только для человека, который сидит перед тобой, но и для самого, как бы, да, мастера, который работает. Поверьте, смотреть такие вопросы, это, ну, такое себе удовольствие. И отнять у человека надежду, ну, не имеет никто права. Я так считаю, это моё личное, вообще никому неинтересное мнение. Вот. Какие ещё существуют, например, табу по поводу, там, что можно, что не можно? Опять-таки, да, возвращаясь к этому вопросу, можно жив и нет, ну, типа, а как тогда вообще посмотреть? Какие есть исключения? Исключение является, если действительно человек знает уже, что смерть, тогда, пожалуйста, тогда мы смотрим, как умер, от чего умер, почему умер, так нужно, так не нужно, это кармически, это с прошлой жизни, это сделали гадости, то есть, ну, то есть мы там уже разбираем эту тему, пожалуйста, не вопрос. Но когда есть сомнение, жив человек или нет, кто я такая, для того, чтобы быть последней инстанцией. Тут понятно. Какие ещё табу, чего делать нельзя? Чего смотреть нельзя? Нельзя смотреть вопросы рождения и смерти, не в плане того, жив человек или нет, а в плане того, когда человек умрёт. То есть, мне кажется, что это вообще не наше с вами собачье дело, такие вопросы, там, задумываться о них, да, всё в руках божьих. А смотреть их так тем более нельзя и опасно. Поэтому это тоже одно из табу, чего делать нельзя. Но опять-таки, кому сильно интересно, там, сколько будет детей или в каком возрасте он умрёт, у нас есть специалисты, которые это знают чётко. То есть, я ещё до этого уровня не доросла, слава богу. Специалисты называются цехани. То есть, вы находите ближайший вокзал в любом городе практически, вот, в Украине, и идёте, и там вам всё рассказывают. То есть, когда вы умрёте, в какой шмотке вы будете в это время сидеть, кто будет рядом, в каком возрасте, в каком месяце, и время суток, скорее всего, скажут. То есть, я так не умею просто. Вот, что ещё нельзя смотреть? Ну, нельзя смотреть третьих лиц, да, там, например, когда обращается женщина, которая там развелась со своим мужем давным-давно или рассталась с парнем, и вот ей интересно, а как же он сейчас там живёт, как же там страдает эта скотина или нет. Ребят, вообще не наше с вами собачье дело. Третьих лиц не смотрим. Не имеете отношения к человеку на сегодняшний день. Займитесь собой, что нихер делать. Устроитесь, пойдите на работу, сделайте, что полезно. Обнимите детей, срач уберите в квартире. Ну, в конце концов, да, куча дел. Поэтому это тоже нельзя. Нельзя род свой открывать и выносить консультацию дальше, чем сама консультация. То есть, это правило секретности, конфиденциальности. Вы можете рассказывать своим коллегам, друзьям, с точки зрения того, поделиться опытом, кого вы принимали, какая ситуация была. Можете, я не знаю, просто условно сказать, была женщина на приёме или был мужчина на приёме. И вот такая ситуация. Без подробностей, без имён, без номеров телефонов, личных данных и так далее. То есть, это пожалуйста, но старайтесь, в общем-то, держать в секрете все эти вопросы. Почему? Потому что люди, когда приходят на приём, они несут самое сокровенное. И вы видите, мы видим самое сокровенное. Я сейчас про специалистов, да, которые работают с людьми. Поэтому это должно быть священно и не тронуто, да, и не разбазарено никем. Я не знаю, ещё какие табу. Ну, там гадости делать нельзя, понятно. То есть, об этом поговорили. Ну, в общем, жива, чей, нелюдына, пока вы точно не убедились, что человека нет, не надо, по крайней мере, ко мне обращаться, спрашивать, задавать эти вопросы. Я такое не смотрю. Также я не занимаюсь поиском. То есть, каждый таролог для себя должен понимать свои слабые, сильные стороны. Я не занимаюсь поиском. То есть, что я могу сказать, да, я могу сказать, при каких обстоятельствах пропала, если это вещь кто взял, там, с каким намерением, вернётся или нет. Это не вопрос, пожалуйста. То есть, если вам этой информации будет достаточно. Но сказать, где лежит, или приехать и найти по месту, это нет, это не ко мне. Можете тоже не писать по этому поводу. Так, дальше. Какие пытания задавать и можно? О, спросили про то, что не можно, рассказала, да, какие можно. Да любые можно. Ну, слушайте, каждого человека, что интересует? Вот я со своей колокольни, как бы, да, пою. Интересуют всегда дети, там, да, на первом месте. Их здоровье, их будущее. Куда ребёночка, значит, развивать? Какие у него таланты? Какое у него предназначение с точки зрения работы, да, где он будет полезен? От чего он будет получать удовольствие? Потому что работа занимает, ну, дохерища времени в нашей жизни. И просто ходить на работу, как на каторгу, ну, непонятно, зачем тогда жить. Поэтому тут нужно смотреть предназначение, куда дытынку отправить, чтобы она там цвела, пахла и росла и так далее, развивалась. Где учиться, там, в каком университете, в каком не учиться. Переезды, там, да, сейчас очень актуальная тема. Возвращаться, не возвращаться. Взрослым тоже предназначение смотреть. Это 100%. Это вообще моя любимая тема. Смотреть, зачем человек рождён, для какого дела, под что он заточен, где он будет полезен максимально. Это я обожаю смотреть. Это мои любимые вопросы. Потому что у нас, например, сегодняшняя реальность диктует всем быть миллионерами, если что, да. Но я когда-то говорила где-то в интервью, ещё раз повторюсь, что, не дай бог, по крайней мере, я бы не хотела жить в мире, где все миллионеры. Потому что, знаете, мы с вами доживём до первой поломки унитаза. Потом мы с вами утонем все в говне, потому что ни один миллионер не знает, как чинить унитаз, что с этим делать. И не спуститься до уровня обычного человека, чтобы что-то починить. Поэтому в этом мире все нужны, профессии все важны, все заточены абсолютно под разное дело. И люди, которые работают руками, нужны. Мы бы с вами вообще обосрались без унитазов, если бы таких людей не было. И фермеры нужны, и обслуживающий персонал, и персонал по работе в других сферах, в государственных. То есть каждый на что-то заточен, просто определить нужно вот этот свой стерженёк и пойти туда, куда тебе суждено. А там мир тебе поможет. Как только становимся на свою колею предназначения, поверьте, погнали, поехали. И со мной так было, поэтому это с личного опыта. Какие ещё вопросы можно задавать? Отношения обожаю смотреть. Как кто кому относится в семье родительской, или в семье муж и жена, или там любовницы-любовники. Вообще абсолютно все. Отношения смотреть. Зачем вам эти отношения? Куда они приведут? Какой есть выбор? Какой результат? Альтернатива? Ну, то есть это прям хорошо мне заходят эти темы. Бизнес. Начиная от чем заниматься и конкретно сделка с этим человеком, с этим человеком. Вложить туда, вложить не сюда, как пойдёт, купить, продать. Вообще не вопрос. Смотрим. То есть много вопросов. Вопросы, которые касаются здоровья, тоже можно смотреть. Смотрите, тут очень важный вообще элемент происходящего. Каждый таролог должен знать своё место. Я считаю так. Не заниматься лечением, я не знаю, там, блядь, изменением ДНК и прочей херни, которая сейчас вот просто кишит интернет. Что такое таролог? Это человек, который с вашего позволения открыл вашу книгу жизни, посмотрел, какие пути предначертаны, варианты, да, событий. Вам о них рассказал. Рассказал, что делать для того, чтобы добиться нужного. Всё, дальше на вас вся ответственность. Что вы будете делать? Куда вы будете идти? Пожалуйста. Человек, который пытается влиять на вашу жизнь, влиять на вашу судьбу, там, гадости делать, там, да, какие-то, не дай бог, или сильно манипулировать вашей судьбой, он берёт вашу книгу жизни и просто рвёт эти странички, или там черкает. Это вообще запрещено делать. Или человек, который вас, там, да, говорит вам, что он вас вылечит, что он, там, я не знаю, вас омолодит, или он вас исцелит. И, ну, то есть, я, может, я тупорылая, я просто не умею так делать, поэтому у меня к этому такое отношение. Может быть, я же не против, ради бога. Но, поскольку у меня, конкретно лично у меня, нет медицинского образования, нет какого-то, я не знаю, опыта, исцеления, ну, нет. Я могу посмотреть по здоровью ваши слабые места. Это я вам скажу. Где там? Живот, не живот, спина, не спина, нервная система, не нервная система, по-женски, не по-женски. Это смотрится вообще на раз, два, три. Но дальше, ребята, вы идёте к специалистам. Это могут быть врачи. Если у вас проблема, там, психологическая, это тоже смотрится. Вы идёте дальше к психологам, там, к психотерапевтам и так далее. То есть, нельзя прийти к торологу, или к магу, там, или к любому другому эзотерику, и он решит все ваши проблемы во всех сферах жизни, в том числе и здоровью. Ну, я таких не знаю. Может, вы знаете, не знаю. Напишите телефончик. Так, собственно говоря, да. Ну, в общем, какие вопросы ещё всех интересуют? Семья, работа. Что нам надо? Нам, оказывается, в жизни не так много надо. Надо, чтобы мирное небо было над головой. Надо, чтобы дети росли, были здоровы и счастливы, и находили свои пути, дорожки по жизни. Надо любимого человека под боком, да, и чтобы он радовал обязательно. Если не радует, нахер его, значит, и сами себя радуете. Надо находить счастье в простых вещах. Вообще, ну, немного для счастья надо. Последнее время нам очень хорошо это показали. Я, кстати, торологом. О, вообще, легко. Сейчас, смотрите. Покупаете карты Таро, заказываете в интернете, делаете, значит, умное еблище, запускаете страничку, и вуаля, вы торолог. Делаете какой-то контент, да, как сейчас модно говорить. И вы торолог. Ну, это я шучу, конечно. Сейчас просто очень много развелось. Да и вообще везде их много развелось. Шарлатанов не только в этой сфере. В общем, тут не вопрос, как. Как я только что примерную картину вам описала. Тут вопрос должен задавать себе человек, который хочет познать философию Таро. А зачем? А чтобы что? Для чего? Вот отвечая на эти вопросы, вы задаете себе определенный фундамент дальнейшей вашей работы, если это станет вашей деятельностью, да, и работой, или хобби, да, или вообще жизненного пути. Потому что, например, когда ко мне девочки приходят на обучение Таро, это же не просто про карты, это же про жизнь любого человека. Это же про все наши испытания, про наш жизненный опыт, про наш социальный опыт, опыт души. Это же очень круто. Поэтому тут важно понимать, зачем вам это. Ну, чтобы что? Чтобы снимать модный контент и быть в трендах, ну, тогда легко и просто стать торологом. Ну, в кавычках, да, но не рассчитывайте тогда на постоянных благодарных клиентов. Так не получится, так не выйдет. Если вы хотите наебать кого-то, заработать деньги, сейчас очень много, да, и фейков очень много, моих, я уже там за других молчу, которые себя называют Янами Посынковыми, в фейсбуках переписываются со страничек с людьми, выманивают деньги. То есть, если вы хотите таким путем пойти, это ваш выбор, опять-таки, та же самая пресловутая свобода воли, но вы даже не сомневаетесь, то, что, во-первых, это скользкая дорожка, вы получите пизды в любом случае, опасаетесь за своих родных и близких, потому что возмездие не только вас настигнет, мир с этим не шутит. И дальше, ну, это ж очень временная история, ну, обманете, ну, сколько бы, ну, 10 человек, 20, да, ну, МММ в своё время до хера людей обманул, ну, тоже ж, как бы, херово закончил товарищ, поэтому тут всегда надо думать о будущем, что бы что. У меня не было такого изначально, что я хочу быть торологом, вообще тогда не было такого понимания, давайте с этого начнём, там, 10 лет назад, какие, блядь, торологи, тогда доллар был по 8. У меня был опыт с картами, я, как бы, волей-неволей сделала предсказание, так получилось, оно сбылось, и мне стало пиздец, как интересно, как это работает, как это, в этом надо разобраться. Если это действительно даёт человеку полезную информацию, и ему как-то помогает корректировать или гребсти по жизни дальше, ну, это пиздец, какой крутой инструмент, подумала я. И вот с этого момента, да, начался мой путь, и до сих пор сказать, что я считаю себя каким-то мега, там, крутым торологом, боже упаси, вы что, откуда такое мнение? Нет, я не ванга, я с закрытыми глазами не вижу, с открытыми, слава богу, тоже, потому что много людей спрашивают, а вы так можете на меня посмотреть и всё про меня сказать? Думаю, боже, это ж можно йогу даться. Слушайте, тут и так куча дел, голова забита, просто 24 на 7, тут ещё надо на чека посмотреть и всё о нём сказать. Я говорю, не дай бог, мне карты для этого нужны. Поэтому тут ещё работать и работать. Мне, с точки зрения, как торологу, как, не знаю, профессионалу, тут бесконечно можно расти и развиваться, и нужно это делать. Тут смотря, какое у вас намерение. То есть, если хорошее намерение, такое, быть полезной, да, себе, или другим людям, вас сразу поддержат, ну, абсолютно все, и высшие силы, и какие угодно. Это не обсуждается. А если вы какую-то хуйню надумали, ребят, ну, даже не берите карты, это мой совет вам. Так, можете срубить оберег на гроще. А, это да, это такие вопросы очень часто задаваемые. Значит, это топчик, знаете, топчик-приворот на первом месте. Значит, сделайте приворот. А другие пишут по поводу, сделайте мне, на то, чтобы, значит, писька выросла на 5 сантиметров, на то, чтобы деньги были, на то, чтобы, значит, какой-то там мальчик от меня ходил в обмороке, его бросала. Что я вам хочу сказать? Вот смотрите, казалось бы, да, какой-то обряд или какой-то оберег сделать на то, чтобы у человека, ну, было чуть лучше финансовое положение. Вроде, никакого зла в этом нет. Ну, мы же никого не воруем, то есть, мы же никого не там не проклинаем для этого, да, ни у кого энергию не забираем. Вроде, ничего как бы такого. Но смотрите, как происходит, вообще, как работают законы Вселенной. Все, что нас окружает, это научно доказано. Это энергия, все есть энергия, абсолютно все. Вселенная эту энергию, она ее балансирует, она ее содержит, она ее инвентаризирует, то есть, это происходит ежедневно, да, для того, чтобы мы с вами держали земли, для того, чтобы было притяжение земли, для того, чтобы, в общем-то, мы с вами жили, и все шло своим чередом. И вот мы представим, что все вокруг нас, эта энергия, да, вот в стопроцентном таком эквиваленте. и когда кто-то захотел себе с этой энергии взять кусочек того, что пока ему не принадлежит, да, чего, красоты, денег, мужика какого-то, да, там, возможности, я не знаю, там, уехать за границу, стать знаменитой, у каждого свои мечты и фантазии, да, и вот, значит, обращается к человеку, который, проведя определенные ритуалы и так далее, это работает, может сделать так, что вот вам привалит, да, вы же не задумываетесь, откуда оно привалит, чье оно, нет, нам хочется, значит, все и сразу. Вот провели обряд, значит, вы заплатили за это, там, какую-то сумму денег, и вам действительно привалило, то есть, то ли надбавка какая-то на работе, то ли мужик нужный обратил внимание, то ли, я не знаю, там, у вас там, хер отрос, да, чудом на каких-то пару сантиметров, у каждого своё. Что вы сделали? Вы образовали некую дыру в пространстве, вот в этом шарике энергии. Инвентаризация проходится ежедневно, если что, у Вселенной, то есть, Вселенная видит всё, назвайте как хотите, Бог, Вселенная, карма, пожалуйста, мироздание, как угодно. И вот, у вас привалило, вы благодарны, всё отлично, сработало. Вселенная делает очередную инвентаризацию, она видит, что стоп, где-то образовалась какая-то недостачка, эта дырочка, это откуда? А Вселенная находит всех. Она находит заказчика, она находит исполнителя, она находит абсолютно всех. Вселенная говорит, а, значит, чувак, подожди, ты что, не понял то, что тебе дано в жизни, это все ресурсы, с помощью которых ты можешь себе добыть всё остальное. То есть, тебе в какой-то момент стало мало, сыграла какая-то твоя жадность, какое-то эго, ты захотел больше, да, пока оно тебе не принадлежит. Хорошо, будем наказывать. Наказывают жёстко. Люди, которые, я больше чем уверена, которые сейчас слушают, смотрят меня, они в курсе, о чём я говорю. Наказывают жёстко, наказывают вас, наказывают родных, не дай бог детей, то есть, да, потому что по-другому не поймёте. Значит, и Вселенная, конечно, у вас забирает своё, плюс она ещё и как бы пенюс вас снимает, с каждого по-своему. Поэтому, тут надо понимать саму вот эту идею мироздания. Так устроено, что у каждого из нас, я сейчас, ну, практически в общем говорю, да, без исключений, две руки и две ноги и голова на плечах. И, собственно говоря, у каждого плюс-минус одинаковые ресурсы для того, чтобы шевелить своей жопой и что-то делать. Не просить маны небесной, халявы, ещё чего-то, да, там, брать то, что плохо лежит, то, что вам не принадлежит. Во-первых, научиться быть благодарным за то, что у вас есть. А если вы оглянётесь, и если вы живёте в Украине, вы поймёте, что у вас есть дохуя, а было ещё больше до войны и абсолютно простых вещей. То же самое, мирное небо. Как это, да, иллюзорно звучало до войны, вообще никто не понимал. мирного неба там, когда-никогда желаю, да, в советских фильмах про войну, мирное небо. Оно может быть немирное? Да, ребят, оно может быть немирное. И может быть просто, ты можешь просто мечтать о том, чтобы прожить сегодняшнюю ночь, когда хуячат. То есть, такое тоже может быть. Поэтому нужно быть благодарным за то, что ты имеешь. Найти, за что благодарить. и понять о том, что у каждого человека есть все 100% ресурсов для того, чтобы добиться именно раскрытия своего потенциала. Вы меня, конечно, извините, но люди без рук, без ног становятся параолимпийскими чемпионами. Ну, нам с вами вообще, блядь, грех жаловаться на судьбу, честно. Поэтому не делайте такие вещи, обереги там, на судьбу, вернее, на деньги, на того, чтобы что-то в вашу судьбу пришло. Всё, что можно делать, это самое такое, знаете, экологичное, чистое, нейтральное и нужное каждому человеку. Это чистка и это защита. Первая чистка и защита, которую нам с вами делают, это в храме на крещении. Когда нас купают в этой водичке, это, собственно говоря, чистка, и когда нам надевают крестик, это, собственно говоря, защита. Это не работает всю жизнь. Если бы это работало всю жизнь, мы бы жили с вами в другом немножко мире. Поэтому чистка, защита, да, это прям не вопрос. Но на деньги там, на ещё что-то, чтоб стояло и так далее, это уже перебор, знаете. Можете срубить и приворот. Идите в сраку. Я же сказала, не гневите Бога. Так, вы в Украине через за кордоном. Значит, я нахожусь в Украине. Последняя моя заграничная поездка была в конце 21-го года. почему прекратились заграничные поездки, потому что я была уже такая глубоко беременная женщина. И беременность проходила не очень, поэтому, короче, я уже никуда не ездила до войны. Войну я просидела в оккупации в подвале, в буче. Поэтому, ребята, я в Украине, я с вами. Я знаю, что такое пиздец. Поэтому уезжать никуда не собираюсь. Прорвёмся. Спасибо.